Как лицу без гражданства, а значит и без документа, удостоверяющего личность, отстоять свои права и свободы? Экспертный совет приуполномоченным по правам человека в Ивановской области решил обсудить этот непростой вопрос. За 8 месяцев текущего года к эмбудсмену обратились два десятка человек, чей правовой статус не определен. Государство не предусматривает в национальном законодательстве особый порядок у регулирования правового статуса, распространяя на них общие правила для иностранных граждан, которые явно не подходят для них. К тому же миграционные органы не только не оказывают содействия таким лицам в урегулировании правового статуса, но и прямо противодействуют любым попыткам этим лицам урегулировать свое правовое положение, усугубляя их положение привлечением к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Для людей без гражданства, а это в основном жители бывших союзных республик, закрыты абсолютно все двери. Они не могут совершать гражданско-правовые сделки, приобретать на свое имя транспорт, недвижимость, оформлять наследство или распоряжаться своим имуществом. Отсутствие документов, удостоверяющих личность и права пребывать в Российской Федерации, лишает их возможности работать. Не могут открыть счет в банке и даже платить госпошлину, так как отсутствует ННН, СНИЛС или паспорт. Не могут получать корреспонденцию на почте, в том числе судебные повестки. Ну и создавать семью, заключить брак, установить отцовство в отношении своих детей. Более того, нередко в отношении людей без гражданства принимается решение о депортации. Им приходится какое-то время проводить спецприемники. Правда, не всегда люди, уже привыкшие жить без документов, хотят что-то менять. Из 538 лиц такой вид наказания не был применен к 157 лицам. Ну и что вы думаете? Вот из них, из этих 157 человек, о своей судьбе реально позаботились только 16. Они реально обратились в органы миграции. И кто-то из них оформил визу, кому-то было выдано свидетельство о предоставлении времени на убежище и так далее. 16 человек. 80 человек вообще никаким образом не позаботились о своей судьбе. Так или иначе, по мнению Совета, нужно устранять пробелы в существующем законодательстве. С момента распада Советского Союза прошла четверть века, а проблема остается. Чтобы решить ее, ивановские активисты готовы донести свое предложение до правительства Российской Федерации. Любовь Почерникова, Андрей Семенков, РТВ Иваново.